Аварии, пожары, кражи и другие ЧП продолжаем знакомить вас с новостями региона. Сейчас расскажу о самых громких происшествиях. В студии для вас работаю я, Дарья Шведова. Здравствуйте. И начну выпуск с жуткой новости. В поселке Досча Баркулей неизвестный повесил собаку. Хвостатого обнаружили местные жители. Пес висел на веревке на ветке. Теперь возмущенные южноуральцы требуют наказания для изверга. Эти фото сделали жители поселка. Причем первыми страшную картину увидели дети. Ребята побоялись сами отвязывать пса. Через социальную сеть обратились за помощью ко взрослым. И уже тогда вместе жители поселка сняли животное с дерева. Пес был уже мертв. Пользователи всемирной паутины шокированы случившимся. Капец офигеясь, Людеблин. Чтобы и с хозяином собаки так же поступили. Жалко пса. Ну, походу, кому-то эта собака насолила. Но это не значит, что надо вешать. За свои 22 года узнаю впервые такую историю трагичную. У этого человека, наверное, не все дома в голове, раз такие вещи вытворяет. Ничего не ценят в этом мире. И мне кажется, что это даже не местные жители сделали, а по-любому нарколыги. По данному факту в полицию поступило обращение. Там ведут проверку. И еще в одной громкой теме сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в надругательстве над женщиной. У жителей села Варна и жителей села Кидыш изъяли мобильный телефон, на камеру которого они снимали издевательства. Женщина пояснила, что несколько часами ранее в кафе она познакомилась с двумя мужчинами, которые впоследствии пригласили ее в свою квартиру, где совершили в отношении ее насильственные действия, сексуального характера, а также нанесли многочисленные побои. Гражданка указала на дверь квартиры, в которой скрывались подозреваемые. Сотрудниками Росгвардии мужчины были задержаны. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся под стражей. И к другим темам. Десятибальные пробки и десятки аварий. Из-за гололейцев в Челябинске произошли многочисленные ДТП на университетской набережной улицы Чечерина. Затор возник напротив Кошириных. На Кирово возле цирка там было перекрыто сразу две полосы. Только за утро в городе произошло почти 70 происшествий с участием автомобилистов. Обзор аварий подготовила моя коллега Елизавета Болдырева. Это видео снято под Златоустом. Трасса в районе Уренги. Там из-за непогоды остановилось движение. В снег по скользкой дороге груженные фуры просто не могут въехать на гору. Друг за другом стоят десятки многотонников. Их водители постарались поставить машины как можно ближе к обочине, чтобы дать проехать легковым автомобилям. Стоит отметить, что этот участок пользуется дурной славой. Ведь там очень много подъемов и поворотов. По словам жителей Челябинской области, даже в хорошую погоду здесь часто случаются аварии. В Мясе тоже остановился большегруз. Причем не просто, а перевернулся и оказался на боку прямо на пешеходном переходе. По словам пользователей сети, автомобиль занесло и от этого он опрокинулся. Неспокойно и в Еткульском районе. На заснеженной обочине стоит раскуроченная легковушка. Правый бок сильно смят. Рядом автомобиль скорой помощи. Отсоединения этой аварии пока выясняются. В Челябинск дорогу, а точнее рельсы, не поделили пассажирские микроавтобусы и трамвай. Похоже, вот этот пазик, любители летней резины и гололеда, которого здесь нет, умудрился перескочить через бордюр и улететь в трамвай. Магнитогорск. Насколько из-за снеженной дороги автомобили стараются двигаться медленно, чтобы избежать аварийных ситуаций. Но вот поперек дороги оказывается отечественная легковушка. Автоледи за рулем, видимо, не смогла справиться с управлением. Благо ДТП не произошло. Хозяин регистратора вовремя среагировал и объехал легковушку. И еще один похожий случай в городе Металургов. На дороге пусто, возможно, именно это спасло от ДТП. Вот Жигули разворачивает на 360 градусов. Автомобиль ударяется о бордюра. После водитель продолжает движение и едет медленно и осторожно. Эта авария на трассе М-5 недалеко от Челябинска случилась вовсе не из-за плохой погоды. По словам очевидцев, причиной стали рассыпаны на дороге яблоки. Судя по всему, фрукты на дорогу выпали из грузовой газели. Теперь в этом происшествии предстоит разбираться автоинспектором. По предварительным данным, пострадавших нет. А эти кадры сняли жители Челябинска. Вот по дороге в правильном направлении едет автомобиль, но только движется он задом наперед. Пользователи сети предполагают, что это очередной трюк любителей лихачить на дороге. А полицейские Чебаркуля установили личность мужчины, сбившего на трассе их коллегу. Подозреваемого зовут Егор Александрин, ему 25 лет. Мужчина объявлен в розыск. Если вы недавно видели этого человека, обратитесь по номерам, указанным на экране. Елизавета Болдырева, ОТВ. А теперь новости Златоуста. Там в объектив очевидцев попал бешеный светофор. Местных жителей удивила гирлянда из красных и зеленых цветов. Стоять или идти? Таким вопросом задались местные жители. Одновременно горит и красный, и зеленый свет. Впрочем, автомобилистов такая гирлянда не смущает. Они спокойно продолжают движение, либо останавливаются возле стоп-линии. Возможно, светофор неправильно установили. Его правая часть должна смотреть в другую сторону. Впрочем, это лишь одна из версий. И еще о аномалиях. В России впервые составили рейтинг паранормальных явлений. В него вошли 11 событий, которые трудно объяснить. В учет брали истории, легенды и рассказы очевидцев. Одну из главных строчек занял и наш регион. Подробности у моей коллеги Марии Агеевой. И первое место у советских космонавтов, которые встретились с инопланетянами. Алексей Леонов и Владимир Коваленок рассказывали, что им приходилось наблюдать странные огни и необычные объекты, похожие на космические аппараты. К примеру, Коваленок заявил, что когда пребывал на станции «Салют-6», видел яркий светящийся объект, похожий на палец. Но когда его пытался сфотографировать, объект исчез. На второй строчке — Челябинский метеорит. Он прогремел на всю страну в феврале 2013 года. О нем даже знают за границей. По информации НАСА, это самый большой космический объект, который прилетал на Землю со времен Тунгусского болида. Космический гость нанес довольно большой урон Челябинску. Травмы получили свыше полутора тысяч человек. В сотнях зданий были разбиты стекла. Третью строчку занял Сахалинский монстр. Останки неизвестного существа выбросило на берег 11 лет назад. Строение черепа напоминало крокодила, а вот остальной скелет вообще не похож ни на одно присмыкающееся на планете. Также в рейтинг попали НЛО на полигоне Капустин-Яр. Якобы там хранятся обломки космического корабля. Экстрасенс Нинель Кулагина — советская женщина, заявлявшая, что владеет телекинезом и другими аномальными способностями, которые изучались в нескольких дней на протяжении более чем 20 лет. Призраки, бродящие по кремлевским коридорам. Черная птица Чернобыля — якобы существо, похожее на огромного темного человека с крыльями и пылающими красными глазами, которые видели за несколько дней до аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. В топ попал и так называемый колодец ВАД. В 1984 году геологи затеяли амбициозный проект бурения сверхглубокой скважины на Кольском полуострове. По легенде, когда бур достиг 12 километров, приборы зарегистрировали странные звуки, доносились крики и стоны. Некоторые даже сообщали, что видели демона, который вылетел из скважины. Впрочем, спустя несколько дней ничего подобного уже не было. Следующее происшествие в Челябинске. Продавцы одного из магазинов в Металлургическом районе пожаловались на малолетнюю воровку. В доказательства приложили видео с камер видеонаблюдения. Вот девушка заходит в продуктовый магазин Челябинска. За ней еще двое ребят. Молодая дама, как уверяют продавцы, хватает с прилавка товар, после чего вся компания быстро уходит. Вслед за подростками кидается продавец, но женщина не успевает догнать ребят. По словам пользователей Всемирной паутины, эту компанию видели также в магазине поселка Рощино. Там ребята якобы тоже совершили кражу. Тем временем в гости к челябинцам идут полицейские. Но паниковать не стоит. В регионе стартовало мероприятие «Ваш участковый». Акция продлится месяц. В течение этого времени стражи порядка постят жителей, проведут с ними профилактическую беседу и раздадут памятки на случай ЧАЭС. Сотрудники полиции в жилом секторе проведут работу, направленную на пресечение преступлений и административных правонарушений, в том числе в сфере противодействия незаконной миграции и оборота оружия. Полицейские осуществляют квартирные обходы и вручают визитки, содержащие сведения об адресах, месте и времени приема граждан. Кроме того, сотрудники полиции проверят по месту жительства лиц, состоящих на перфилактическом учете, и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. А теперь переходим к новостям с огнем. В локомотивном горела квартира в одной из многоэтажек. Огнеборцев вызвали жители. Они сообщили, что густой дым окутал помещение. Позже выяснилось, что жильцы поставили варить на плиту варенье, оставили его и пошли в гости к знакомым. Варенье выкипело и в итоге произошло возгорание. Благо, обошлось без жертв. Сейчас владельцы жилья оценивают материальный ущерб. И в завершении выпуска видео от очевидцев жителей Челябинска сняли на камеру мобильного телефона необычного покупателя в одном из продуктовых магазинов города. В отдел со сладостями залетела птица. Вот на упаковке шоколадом сидит воробей. Птица перепрыгивает с одного продукта на другой. Вот уже на витрине с печеньем сидят двое пернатых покупателей. Вскоре появляется и третий. Птицы никого не стесняются. Клюют упаковку со сладостями. Вскоре одна за другой покидают прилавок. По словам пользователей всемирной паутины, крылатые посетители в этом магазине не редкость. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Дарья Шведова. Увидимся на телеканале ОТВ. Сразу после смотрите новый выпуск программы «Есть вопрос». Гость студии – генеральный директор регионального оператора капремонта Вадим Борисов. Он расскажет, какие работы будут проведены в многоэтажках в этом году, сколько их уже провели, и куда жаловаться на некачественный ремонт. Не пропустите, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин